Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Леонардо да Винчи, гений эпохи Возрождения В одном из каменных домов городка Винчи, расположенного в горах Тосканы, 15 апреля 1452 года родился, пожалуй, самый многогранный гений Возрождения, а может быть и всех времен, Леонардо. Исследователь загадочных явлений, создатель тревожащих воображений и улыбок, за которыми кроется непознаваемая глубина, и рук, указующих в неизвестность, в горной выси. Он казался современником-волшебником, люди последующих поколений называли его итальянским Фаустом. Загадка Леонардо начинается с его рождения. Он был незаконорожденным сыном женщины, о которой почти ничего не известно. Мы не знаем ни ее фамилии, ни возраста, ни внешности, не знаем, была ли она умна или глупа. Она училась ли чему-либо или нет. Биографы называют ее молодой крестьянкой. Пусть это так и будет. В Винчи существует традиция называть ее хозяйкой таверны. Она знакома нам под именем Катерина. Об отце Леонардо, пьерода Винчи, известно гораздо больше, но тоже недостаточно. Он был нотариусом и происходил из семьи, которая обосновалась у Винчи в 13-м столетии. Четыре поколения его предков тоже были нотариусами, достаточно береждевыми и хитрыми, чтобы стать землевладельцами и войти в число состоятельных горожан, носящих титул сеньор, который уже по наследству перешел отцу Леонардо. Господин Пьеро, которому на время рождения сына было 25 лет, обладал впечатляющими мужскими достоинствами. Он дожил до 77 лет, имел четырех жен, трех из которых успел похоронить, и был отцом 12 детей. В нотариальной практике он также добился успехов. Когда ему было уже за 30, он переехал во Флоренцию и основал там свое дело. Его уважали, особенно в среде аристократии. В эпоху Возрождения на незаконнорожденных детей смотрели терпимо. Такие дети нередко появлялись у прислуги разных рангов, и к ним часто относились так же, как к детям, рожденным в законном браке. Леонардо сразу же был признан своим отцом и даже крещен в его присутствии, однако в дом отца он был взят далеко не сразу. Вскоре после рождения он был отправлен вместе с матерью в деревню Анхеано, расположенную недалеко от Винчи. И оставался там около 4 лет, в течение которых мессер Пьеро успел жениться на первой из своих жен, 16-летней девушке, занимавшей по социальной лестнице более высокую ступень, чем Катерина. Молодая жена оказалась бесплодной. Возможно, по этой причине Леонардо в возрасте 4 лет был взят в городской дом, где сразу же оказался на попечении многочисленной родни – дедушки, бабушки, отца, дяди и приемной матери. О том, как проходило детство Леонардо да Винчи, нам ничего не известно. В более поздние годы он увлекался ботаникой, геологией, наблюдениями за полетом птиц, игрой солнечного света и тени, движением воды. Все это свидетельствует о его любознательности и еще о том, что в молодости он много времени проводил на свежем воздухе, прогуливаясь по окрестностям городка. Эти окрестности, которые мало изменились за последние 500 лет, и сейчас чуть ли не самые живописные во всей Италии. Винчи располагался на склоне горы Мольте-Альбана, с одной стороной спускаясь в долину Орно, где лежит Флоренция. Другой стороной городок поднимается вверх, таинственным скалом. Среди более 7000 рукописей и рисунков Леонардо, сохранившихся до наших дней, нет ни одной, которая касалась бы его юности. У него вообще чрезвычайно мало заметок, имеющих отношение к собственной жизни. Его образование было хорошим – чтение, письмо, начало математики, латынь. Латынь ему никак не давалась, он был вынужден бороться с ней до конца своих дней. Большая часть книг, представлявшись для него ценность, была написана именно на этом языке. Хотя эпоха Возрождения дала сильнейший толчок использованию народного итальянского языка в литературе, и ко времени его смерти на итальянском было опубликовано множество книг. Леонардо прекрасно осознавал недостатки своего образования, отсутствие в нем системы и глубины, и впоследствии чувствовал необходимость защищаться от безымянных критиков, которые говорили, что он не эрудит. Его почерк удивителен. Он пишет слова справа налево, буквы перевернуты так, что легче читать их с помощью зеркала. Имеется множество версий, почему он писал таким образом. Одна из них гласит, что он хотел защитить свои научные идеи от любопытствующих. Другая, что он был еретиком и постоянно жил в страхе разоблачения и наказания. Однако на самом деле он был еретиком не больше, чем другие люди его времени. К тому же, был весьма далек от мысли скрывать свои идеи, даже наоборот, при возможности, всячески пытался их публиковать. Наиболее логичное объяснение его почерка – то, что он был левша, и для него было просто удобнее так писать. При необходимости, например, когда он обращался к кому-то с письмом или давал письменные указания, он писал, как все люди. В одном из самых старинных рассказов о жизни Леонардо содержится история, которая, по крайней мере, проливает некоторый свет на его натуру. Эта история очень похожа на правду, потому что в ней упоминается о таких его качествах, по поводу которых точно известно, что он ими обладал. Неестественно острая наблюдательность, богатейшее воображение и способность отделять себя от окружающего мира. В этой истории рассказывается, как однажды к отцу Леонардо подошел крестьянин из его поместья и показал ему круглый щит, вырезанный им из древесины фигового дерева. Он попросил мессера Пьеро взять этот щит с собой во Флоренцию, для того, чтобы какой-нибудь художник там его расписал. Мессер Пьеро был обязан этому крестьянину. Тот был замечательным птицеловом и рыболовом и поставлял дичь из и рыбу семейству Пьеро. Мессер Пьеро согласился, но вместо того, чтобы передать щит профессиональному художнику, он отдал его Леонардо, который по такому случаю стал думать, что бы ему изобразить, и решил нарисовать голову медузы. Да так, чтобы напугать зрителей. В подвал он натаскал ящериц, пьявок, гусениц, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и прочих подномтых тварей, и создал, глядя на них, изображение ужасного чудища. Из открытой пасти чудища струился яд, из глаз вырывался огонь, из ноздрей валил дым. Леонардо был так поглощен своей работой, что не замечал зловония, которое распространяли мертвые твари, принесенные им в жертву искусству. Случилось так, что Мессер забыл о щите. Когда Леонардо, закончив работу внезапно, без всякого предупреждения, показал щит отцу, тот так испугался, что начал пятиться. Леонардо остановил его и сказал, «Работа получилась такой, какой я хотел. Теперь унеси ее, она производит впечатление». Мессер Пьеро подумал, что это просто чудо. Он горячо одобрил мысль сына, но после этого он спокойно купил у старьевщика щит с нарисованным на нем пронзенным сердцем и отдал крестьянину, который был ему благодарен до конца своих дней. А работу Леонардо Пьеро тайно вывез в Флоренцию и продал купцам за 100 дукатов. История умалчивает о том, что сделал Мессер Пьеро с вырученной сотней, но заставляет подозревать, что Леонардо получил за свою работу только отцовское одобрение. Очевидно, отец и сын не были близки. Но каковы бы ни были их отношения, Мессер Пьеро распознал талант своего сына и когда мальчику исполнилось 15 лет, разрешил ему стать учеником в мастерской художника. От этого периода жизни Леонардо не осталось никаких сведений, однако о нем спустя 31 год после его смерти писал художник Джорджио Вазари. Люди видели это в Леонардо да Винчи. Его красоту невозможно было преувеличить. Каждое его движение было грациозно само по себе, а его способности были столь невероятны, что он мог с легкостью преодолевать любые трудности. Что же касается темперамента, то биограф приписывает Леонардо мужеству и высоту духа поистине королевские. И хотя неизвестно ни одного его портрета в молодости, судя по описаниям, он был, как все тосканцы, высок, хорошо сложен, темноволос. Вазари отмечает, что Леонардо мог петь и божественно импровизировал на лире. Умение Леонардо вести беседу привлекало к нему все сердца, и хотя собственностью он не обладал никакой и работал немного, он все же держал слуг, а также лошадей, которым всегда был неравнодушен. Воистину он любил всех животных. Часто, проходя мимо рынка, на котором продавали птиц, он возвращал пленницам утраченную свободу, выпуская их из всех корзин, а торговцу платил запрашиваемую цену. Говорят, что именно любовь к животным привела его к вегетарианству. Также он был неравнодушен к красивой одежде, розыгрышам и веселым затеям. Леонардо стал подмастерьем у Андреа Дель Вероккио, одного из самых знаменитых художников Италии. Но этого мастера постигла судьба оказаться превзойденным своим учеником. Андреа начал писать картину, изображающую крещение Христа святым Иоанном. В этой картине Леонардо написал ангела, одетого в плащ. Несмотря на то, что он был еще очень молод, его ангел получился гораздо лучше всех остальных фигур, выполненных Андреа. Тот потом больше никогда не притрагивался краскам и в досаде следовал на то, что ребенок оказался более сведущий, чем он сам. Леонардо был окружен произведениями своих предшественников. Стоило отойти от мастерской совсем недалеко, и перед ним были работы Мазанчо, первого великого художника эпохи Возрождения, или современных его мастеров – Пуало Учелло, Андреа Дель Кастанью. Во Флоренции находились скульптуры и рельефы Донателло и Гиберти. Все эти люди достигли вершин в освоении натуры. Сама архитектура Флоренции уже была хорошей школой. В распоряжении учеников было несколько учебников, среди которых особо выделялось руководство мастеру – Чинино Чинини. Оно практически полностью было посвящено выработке навыков, что-то вроде свода практических советов, которым ученик должен следовать, что глубоко запечатлелось в памяти Леонардо. Годы спустя он воспроизвел его в собственных трактатах. Этот род деятельности, известный под названием живопись, требует воображения и мастерства кисти, так как призван открыть невидимое, спрятанное в тени видимых предметов, и запечатлеть его с помощью кисти, придавая ясный вид на самом деле несуществующим. Леонардо всегда был прямолинеем и неудержим в своем стремлении к знаниям. Если кто-либо обладал интересующим его знанием, он шел прямо к цели и спрашивал то, что ему было нужно. В политической жизни Флоренции Леонардо участия не принимал. Возможно, не питал к ней никакого интереса. Флоренция считалась республикой, однако фактически ею управляло семейство Медичи. Они покровительствовали искусству, но к Леонардо это не относилось. Ему мешала репутация, которую приобрел еще в ранней молодости. Блестящий и многогранный, но медлительный и неблагонадежный, склонный бросать свою работу недоделанной. У Леонардо была привычка бродить по улицам в поисках красивых или уродливых лиц. Причем уродство, по его мнению, не следовало избегать. Он рассматривал это как оборотную медаль красоты. Он был настолько счастлив, когда замечал какое-нибудь забавное лицо, что начинал преследовать человека в течение целого дня. А когда возвращался домой, то рисовал его голову так хорошо, как будто человек этот сидел перед ним. В 1481 году, когда Леонардо было 29 лет, случилось одно неприятное событие. Папа Сикс IV, посоветовавшийся с Медичи, пригласил лучших тосканских художников для работы в Ватикане. Среди приглашенных были Боттичелли, Синьорелли, Перуджино, Расселли, но не Леонардо. Он не мог отделаться от чувства, что во Флоренции, находящейся под властью Медичи, у него нет будущего. В 1482 году он уезжает в Милан и начинает новую жизнь. Этот период длился почти 20 лет, и за это время он получил призвание. Именно то, чего он был лишен на родине. Несмотря на то, что неувидаемая слава Леонардо связывает имя с достижениями не только в изобразительном искусстве, но и во многих других областях человеческой деятельности, все же следует признать поразительным то, что за свои 67 лет он написал так мало картин, всего чуть более 12. Самой ранней из уцелевших работ Леонардо да Винчи считается «Благовещение», написанное с 1472 по 75 года. «Мадонна с гвоздикой», 1478 год. Ранее считалось, что эта картина принадлежит кисти Вероккио. Портрет Дженевры де Бенчи, около 1474-1776 годами. «Мадонна Бенуа» или «Мадонна с цветком», 1478-80 года. «Мадонна Литта», 1490 год. Предполагается соавторство с одним из учеников, возможно, Бальтрафио, которому атрибутируют фигуру младенца. Также кисти Леонардо да Винчи принадлежит полотно «Мадонна в скалах», написанное в 1483 году. Портрет музыканта, 1490-92 год. Одна из самых узнаваемых работ «Дама с горностаем», написанная в 1489 году. «Прекрасная Фероньера», 1495-97 года. «Богоматерь с младенцем и святой Анной», 1508 год. «Иоанн Креститель», 1514-16 года. «Мона Лиза» или «Джаконда». Одно из самых известных произведений живописи. Точная дата написания неизвестна. По некоторым сведениям, написана между 1503 и 1505 годами. Ныне хранится в Лувре. Читается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джакондо. Существует достаточно много копий этого известного полотна. Самый спорный вариант «Мона Лизы» хранится в Вернонской коллекции в США. Задельцы картины считают ее подлинной и оценивают в 2,5 миллиона долларов. Копия, находящаяся в Олтеровской художественной галереи в Балтиморе, США, как и Вернонский вариант, характеризуется тем, что справа и слева изображены колонны, которые с оригинала были срезаны. Этот вариант находится в зале депутации в Риме, приписывается одному из учеников Леонардо Бернардино Луини. Национальная галерея Восла, Норвегия, владеет копией подписанной Бернардино Луини, 1525 год. Однако, скорее всего, копия выполнена Филиппом Шампанским. Мона Лиза из музея Прадо в Мадриде, Испания, работа неизвестного мастера XVI века, который решил отказаться от Леонардова заднего плана. И, наконец, копия из коллекции доктора Карла Мюллера в Талвилле, Швейцария, написанная бесталанным учеником и компаньоном Леонардо Салаи. Гениальность Леонардо да Винчи проявлялась во всем. Это касается не только искусства, изобретений, но и научной деятельности. Анатомия, биология, ботаника, палеонтология – вот неполный перечень наук, в которые внес свой вклад Леонардо да Винчи. Анатомический рисунок, изображающий человеческое тело в разрезе, является одним из наиболее живых рисунков. Понятно, что такой естественности Леонардо мог добиться только благодаря вскрытию трупов. Принимая во внимание тот факт, что во времена, когда жил Леонардо да Винчи, за вскрытие трупов полагалась смертная казнь, можно только удивляться его мужеству. Анатомические исследования Леонардо да Винчи обобщил в трудах, в которых описал ряд костей и нервов. Леонардо да Винчи особое внимание уделял проблемам эмбриологии и сравнительной анатомии, стремясь ввести экспериментальный метод и в биологию. Утвердив ботанику как самостоятельную дисциплину, дал классические описания листорасположения, гелио и геотропизма, корневого давления и движения соков растений. Явился одним из основоположников палеонтологии, считая, что окаменелости, находимые на вершинах гор, опровергают представления о всемирном потопе. Чтобы обострить свое восприятие мира, улучшить память и развить воображение, Леонардо практиковал специальные психотехнические упражнения, восходящие к эзотерическим практикам пифагорийцев и, представьте себе, современной нейролингвистики. Он как будто знал эволюционные ключи к тайнам человеческой психики. Так, один из секретов Леонардо да Винчи заключался в особой формуле сна. Он спал по 15 минут каждые 4 часа, сокращая таким образом свой суточный сон с 8 до 1,5 часов. Благодаря этому гений экономии. Леонардо многое шифровал, чтобы его идеи раскрывались постепенно, по мере того, как человечество до них дозреет. Ученые только недавно, спустя 5 столетий после смерти Леонардо да Винчи, сумели разобраться в проекте его самодвижущейся тележки и построить ее. Это изобретение можно смело назвать предшественником современного автомобиля. Сделанные да Винчи изобретения и открытия охватывают все области знания. Их более 50, полностью предвосхищая направление развития современной цивилизации. В 1499 году Леонардо для встречи французского короля Ледовика XII сконструировал деревянного механического льва, который, сделав несколько шагов, распахивал свою грудную клетку и показывал внутренности, заполненные лилиями. Ученый является изобретателем скафандра, подводной лодки, парохода, ластов. У него есть рукопись, в которой показывается возможность погружения на большую глубину без скафандра, благодаря использованию особой газовой смеси. Чтобы ее изобрести, необходимо было хорошо разбираться в биохимических процессах человеческого организма, которые совершенно не были известны в то время. Это он первый предложил устанавливать на бронированных кораблях батареи и огнестрельных орудий. Он подал идею броненосца. Изобрел вертолет, велосипед, планер, парашют, танк, пулемет, отравляющие газы, дымовую завесу для войск, увеличительное стекло. Это за сто лет до Галилея. Да Винчи изобрел текстильные машины, ткацкие станки, машины для изготовления иголок, мощные подъемные краны, системы осушения болот посредством труб, арочные мосты. Он создал чертежи воротов, рычагов и винтов, предназначенных поднимать огромные тяжести, механизмы, которых не было в его время. Поразительно, что Леонардо подробно описывает эти машины и механизмы, хотя их и невозможно было сделать в то время из-за того, что тогда не знали шарикоподшипников. Но сам Леонардо знал это, сохранился соответствующий рисунок. Иногда кажется, что Леонардо да Винчи просто хотел узнать как можно больше об этом мире, коллекционируя информацию. Зачем она ему была нужна в таком виде и в таком количестве? Ответа на этот вопрос он не оставил. Среди последних его рисунков есть один, похожий на автопортрет. На берегу реки сидит старик, погруженный в столь глубокое созерцание, что кажется, только последняя труба архангела сможет пробудить его. Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года, через год после того, как написал завещание, по которому свои рисунки и бумаги оставлял Франческо Мельце, а кое-какие деньги сводным братьям. А виноградник близ Милана – Салай. Вот что писал в Азаре о Леонардо. Величайшие достоинства, которыми когда-либо обладал человек, как неспосланные свыше, так и врожденные или нет, все же сверхъестественные, чудесным образом соединившиеся в одном человеке. Красота, грация, талант были таковы, что к чему бы этот человек, столь счастливо одаренный не обращался, любое его действие было божественно. Леонардо всегда оставлял всех других людей позади, и это доказывало, что он ведом рукой самого Господа. Спасибо за просмотр. Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова.